В США почти 40 детей погибли из-за вспышки гриппа. Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет. О самом важном готовы рассказать и мы. Здравствуйте, это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. И вот главная тема выпуска. Пьяный за рулем равно преступник. На березняковских дорогах стали все чаще попадаться подвыпившие автомобилисты. Счастливое детство каждому малышу. В Березники пришли жизненно важные устройства для детей-инвалидов. У кого нет средств, мы можем предоставить безвозмездное пользование. О проблемах нежного возраста со сцены. Мы впервые покажем кадры со спектакля «Бог ездит на велосипеде». Проблема есть, но она как будто бы вот каждый все понимает, ну и с этим продолжает жить. В понедельник это время подводить итоги за выходные дни. В субботу и воскресенье обошлось без серьезных происшествий. Однако на дорогах наметилась тревожная тенденция. Пьяных водителей в городе меньше не становится. Мало того, все чаще за рулем замахивают рюмку другую, автомобилисты уже лишенные прав. Наша съемочная группа вышла в рейд с дорожными полицейскими. Ночь с субботы на воскресенье. В это время чаще всего и попадаются шоферы под шофе. У полицейских глаз уже наметан. Вот праворукий Ниссан едет в левом ряду слишком медленно. Тем самыми вызывает подозрения. И не зря. В салоне стойкая алкогольная амбре. Пахнет лишением прав. А вот, пожалуйста, все тут есть. Дуйте, 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 дуйте. Алкотестер показал 0,25 мг на литр. Допустимо лишь 0,16. Скорее всего, водителю предстоит полтора года ходить пешком, плюс оплатить штраф в 30 тысяч рублей. А почему выпили? А вы видели? А вы не пили? Я не утверждаю, вы утверждаете, что я пил. Пил или не пил, разбираться будут уже в суде. Три экипажа ДПС зажгли тревожные огни у железнодорожного переезда на дороге в сторону Уссули. Проверяют абсолютно всех. Делаю проверки таких город безопаснее. Так, наверное, в выходные водители много неадекватных. По городу ездят. Вы только что недавно проезжали меня. Здесь проезжали, да, уже? Да. За выходные дорожные полицейские выявили более 200 нарушений. Семь водителей катались по городу под шофе. Из этого числа повторно попались 4 автомобилиста. Пьяницам и рецидивистам грозят обязательные работы или штраф до 300 тысяч рублей. В худшем случае три года тюрьмы. За прошедший год таких было порядка 300 водителей. То есть нередки случаи, когда у нас водители, управляя в состоянии алкогольного опьянения, допускают дорожно-транспортные происшествия. Причем, как правило, такие дорожно-транспортные происшествия происходят с большими последствиями, с тяжелыми последствиями. Во время выходных рейдов также были остановлены 6 человек, лишенных водительских прав. И 15 лихачей попались за проезд на Красный. На зимней дороге такое поведение может довести до беды. ДТП на каждом шагу. Вот и наша камера случайно запечатлела, как управляемый занос перешел в неуправляемый. Снимай, 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 снимай. Зацепил. Несознательных водителей на Березняковских улицах немало. И подобные рейды будут проходить снова и снова. Так что автомобилисты еще не раз услышат... Здравствуйте. Здравствуйте. Госпектр БДД, гвард, шейте на полицию. Документы важны. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. Перейдем к новостям здравоохранения. Городская больница имени Вагнера в ближайшее время получит 4 лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Значительно вперед шагнет уровень медицины в ожоговом отделении, а также в отделениях урологии, онкологии, ортопедии и травматологии. К примеру, некоторые сложнейшие операции в Березняках не делали, так как они не входили в медицинскую программу. Провести их можно было только в других клиниках. После получения лицензии пациенты смогут рассчитывать на оказание этой высокотехнологичной медицинской помощи абсолютно бесплатно. Это другой уровень финансирования, другой уровень затратной части и другой уровень мастерства исполнителей. Сейчас мы полностью готовы к тому, чтобы выйти на этот высокий уровень и подтвердить, что больница полностью готова для оказания этой помощи. Дополнительное финансирование новых направлений дает возможность увеличить заработную плату врачам, участвующим в операциях, обеспечить больницу необходимыми медикаментами и лекарствами, получить лучшее оснащение. Первые операции ориентировочно начнут проводить уже в апреле. Сегодня вся страна обсуждает две новости. 34 российских паралимпийца будут выступать на зимних играх в нейтральном статусе. А певица Юлия Самойлова, которая прикована к инвалидному креслу, начала готовиться к Евровидению 2018. Люди с ограниченными возможностями на всех фронтах доказывают, что добиться успеха можно, невзирая на состояние здоровья. А между тем, в Березняковском реабилитационном центре открылся пункт проката, где можно бесплатно взять оборудование для особенных деток. Есть разные опоры, то есть для маленьких и для детишек постарше. Ребенок фиксируется. Специальные удерживающие устройства для детишек с ограниченными возможностями на вес золота. С такими помощниками родителям будет удобнее проводить время с особенными детьми и не бояться за их безопасность, рассказывает директор реабилитационного центра Татьяна Рудакова. В конце 2017 года это оборудование поступило в город в рамках программы «Доступная среда». Всего больше 20 жизненно важных приспособлений. Оборудование действительно дорогостоящее, то есть есть коляски, коляски есть с электрическим приводом, с ручным приводом. У кого нет средств, мы можем предоставить в безвозмездное пользование, временное безвозмездное пользование данное оборудование. Взять оборудование можно только по индивидуальной программе реабилитации ребенка. В ней должно быть прописано то или иное техническое средство, без которого маленькому пациенту трудно обойтись. Мы смотрим в программе, что нужно, и мы можем подобрать, да, по возрасту, по размеру для ребенка. Составляется договор на основании заявления, оформляется заявление сперва, затем составляется договор. Договор заключается на два месяца, а потом его можно продлить. Оборудование сдается в аренду бесплатно и только для детей в возрасте до 18 лет. Сейчас оно ждет своих обладателей в реабилитационном центре на Мамино-Сибиряка-39. Телефон для справок вы видите на экране. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Продолжу выпуск. Начало нового года для выпускников школ особо жаркое время. Уже пора определяться с будущей профессией. В связи с этим в Березняковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета прошел день открытых дверей. Подробности в следующем сюжете. Я рад вас приветствовать в стенах Березняковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Самой большой аудитории в этот день за партами не студенты, а без пяти минут выпускники березняковских школ. Возможно, эта встреча сыграет решающую роль в их жизни. Ведь Березняковский филиал политеха – это бренд города, который год от года подтверждает свой статус. То есть мы получили аккредитацию на очередной срок. Теперь он составляет шесть лет. А это значит, что уровень подготовки Березняковской альмаматор ни в чем не уступает крупным региональным университетам. И этот успех стоит на трех китах. Сильнейший преподавательский состав, талантливые студенты и, конечно, партнеры, градообразующие предприятия города. Один из них – компания «Уралкалий». Ежегодно выделяют целевые средства на оборудование, на поддержку преподавателей, на стипендии студентов. Вот практически вот этот зал, где мы стоим с вами, он тоже сделан на средства «Уралкалий». То есть «Уралкалий» нам всемирно помогает во всем, везде. И мы со своей стороны тоже стараемся готовить высококвалицированных специалистов, которые потом приступят к выполнению своих обязанностей на этом крупном градообразующем предприятии. И для того, чтобы я понимал вообще, что я делаю, я должен абсолютно знать на субок весь технологический процесс. Общение школьников с молодыми специалистами – один из этапов презентации компании. Антон Леньков тоже закончил Березняковский филиал «Политеха», а теперь работает на первом Соликамском калийном рудоуправлении компании «Уралкалий». Это в первую очередь стабильность и уверенно завтрашний мне. То есть вот я сейчас пришел на работу «Уралкалий», и я понимаю, что все будет в порядке. У меня через пять и через десять лет, что есть впереди хороший карьерный рост и много очень перспектив. А дальше ребята в игровой форме знакомились с компанией «Уралкалий». Для этого они разбились на команды, ведь командная работа – одно из важнейших слагаемых успеха крупнейшего предприятия. Компания «Уралкалий» с большим удовольствием принимает приглашение принять участие в подобных мероприятиях. Это прекрасная возможность познакомиться с молодым поколением, рассказать им о деятельности компании, а также сориентировать их поступать на те специальности, которые в будущем будут востребованы в компании «Уралкалий». Компания перспективная, то что можно от простого рабочего возрасти куда-то в начальники, зарабатывать неплохие деньги. У меня папа даже работает шахтером уже очень много лет, уже лет 20, и в принципе я могу пойти по его стопам. В шахту я бы, наверное, не спускалась, скорее всего лаборантом, если это будет возможно. И у Алины Бычиной есть все шансы продолжить династию колейщиков. Теперь главное – хорошо подготовиться к ЕГЭ, а потом штурмовать приемную комиссию Березняковского филиала политеха, где всегда ждут целеустремленную молодежь. Настало время нашей постоянной рубрики «Новости. Короткое слово Евгении Кокшаровой». На Олимпийских играх в Пхенчхане Пермский край в составе сборной России представят четыре спортсмена. Это фристайлисты, бронзовый призер Олимпиады в Сочи Александр Смышляев и чемпионка России Регина Рахимова, а также прыгуны на лыжах с трамплина, чемпион России Евгений Климов и победительница универсиады Анастасия Баранникова. Всего на Олимпиаду под нейтральным флагом поедет 169 российских спортсменов. А между тем зимние виды спорта в Пермском крае только развиваются. В Перми планируют построить горнолыжный комплекс «Северный склон» площадью 7 гектаров. В новом комплексе планируют разместить спортбазы, медпункты, кафе, учебные, горнолыжные трассы. А летом любители активного отдыха смогут опробовать лыжероллерные, велоспортивные трассы и веревочный парк. Сейчас планируется объявить конкурс на заключение концессионного соглашения. И о погоде. Зима нам еще покажет. В начале февраля в Пермском крае похолодает до минус 27 градусов. Уже этой ночью синоптики прогнозируют, что столбик термометра может опуститься до минус 23. А первый день февраля будет самым холодным днем недели. Так что одевайтесь теплее. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова. В Березниках продолжаются поиски пропавшего подростка. Напомним, ученик 14-й школы, 15-летний Влад Якимов, ушел из дома в начале декабря и до сих пор не вернулся. Родные не теряют надежды, что ребенок вернется домой. Есть подозрение, что он скрывается у друзей. Посмотрите на мальчика. Если вам что-то известно о его местонахождении, обратитесь в полицию или сообщите папе Влада. Его номер сейчас на экране. А тем временем Березники все выходные искали еще одного ребенка. 12-летняя девочка сегодня нашлась. Жива и здорова. Сейчас беглянка в полиции. Что заставило подростка пойти на отчаянный шаг, мы расскажем завтра в выпуске новостей. Не стыдно? Стыдно. В возрасте 13-16 лет подростки нередко уходят из дома, даже не задумываясь о последствиях. В трудном возрасте детям тяжело справиться с собственными эмоциями. Тему подростковых проблем подняли и актеры Березняковского драматического театра. После спектакля «Бог ездит на велосипеде» состоялся круглый стол, в котором участвовали и сотрудники полиции. Александра Зеленина поделится впечатлениями. Ты должен понять, что скрывается в этой темноте. Понимаешь? Там ничего нет. Только темнота. Просто темнота. Темнота! Первые минуты спектакля и уже до мурашек. Эта вещь способна вызвать эмоции, пожалуй, даже у черствых сухарей. На сцене правда и только правда. Самый сложный возраст, миллион проблем, поиск себя, непонимание в семье. Персонажам, 14-летним подросткам кажется, что они одиноки и против целый мир. Сильные, мощные образы, в которых каждый зритель находит себя. В спектакле показан не только конфликт отцов и детей, но и проблемы родителей, которые проходят через кризис среднего возраста. Кстати, после спектакля состоялся круглый стол, где зрителям выдалась возможность обсудить все увиденное. Это нельзя замалчивать, да, это надо выносить, потому что проблема есть, но она как будто бы вот каждый все понимает, ну и с этим продолжает жить. На самом деле это надо обсуждать, доносить, доносить до каждого. Вот я когда выходил из спектакля, мне хотелось любить. Знаете, да, когда иногда из спектакля выходишь, выносишь такую агрессивную атмосферу. Вот здесь для меня было удивительно, что при такой очень жесткой и агрессивной именно подаче, я лично без знания, какое ощущение. Я из спектакля выходил, мне наоборот хотелось кого-то погладить, полюбить. Большое, огромное, человеческое вам спасибо за такую сильную, на мой взгляд, работу. Огромное, большое спасибо. И я все-таки буду рекомендовать этот показ и своим родным людям, близким и своим друзьям. Бог ездит на велосипеде, спектакль про каждого. Зрители пришли к выводу, это однозначно нужно видеть и детям, и родителям. Тем, кто сам когда-то был подростком, и тем, кто постоянно работает с детьми. Много моментов, которые я для себя подчеркнул, и обязательно это еще, уже немного успокоившись, осмыслю. И я думаю, обязательно буду использовать именно в общении с трудными ребятами. Я для себя как родителей очень много здесь увидел. Александра Зеленина, Дмитрий Воронушкин, Новости на ТНТ. Как тяжело приходится ребятам, которые по воле судьбы остались без родительского тепла, знают педагоги Березняковского центра помощи детям. Так называется бывший детский дом. Чтобы подготовить детей к взрослой жизни, благотворители обустроили там столярный кабинет. Теперь мальчишки смогут постигать азы востребованной профессии на современном оборудовании. На, подержи леща! На, подержи! Смешной снеговичок от души повеселил детей. Ну и что, что праздники позади? Чудеса продолжаются. И разноцветные мыльные пузыри ребята тоже воспринимают как чудо, открыв рты от удивления. Это подарок от волонтеров краевой организации «Право на жизнь». Благотворители, которые относятся к проблемам детей-сирот, как к своим собственным, щедры на добрые дела. В Березняковском центре помощи детям теперь есть современное столярное оборудование и необходимая новая бытовая техника. Марафон поддержки не заканчивается. Мы продолжаем активно участвовать в жизни детей, потому что чужих детей не бывает, они все наши. И кто, если не мы, должны им помогать. Поэтому сегодня мы здесь. К слову, это первый их визит в наш город. Благотворители и их партнеры уже помогли 14 детским центрам края купить необходимое оборудование. Мы очень рады, что мы обрели новых друзей, особенно в этом году, который знаменуется годом собаки. Я надеюсь, что наша дружба с этой общественной организацией не будет, не превратится только в какие-то материальные подарки. Мы надеемся на полезные мероприятия, которые будут развивать наших детей и готовить их к самостоятельной жизни. Выполнять благородную миссию может любой желающий. Организация приглашает к сотрудничеству партнеров, предпринимателей и просто неравнодушных людей. Подробности на сайте, который сейчас на экране. Дарить детям чудо и веру в доброту по силам каждому. Александра Зеленина, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы новости на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news-mail.ru или по телефонам 43-17-11 и 26-28-17. Автор лучшего ролика недели получит подарок от спонсоров. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин